Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия и Китай окажут поддержку Ирану в военном конфликте с США. Известный блогер и бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор выразил мнение о том, что администрация Байдена медлит с принятием решений о начале военной операции против Ирана, опасаясь, что поддержку ему окажут Россия и Китай. Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом не планирует участвовать в прямом военном противостоянии с Ираном, а прорабатывает военную стратегию по ослаблению Ирана, которая будет многоуровневой и состоять из нескольких этапов. США сейчас активно ведут переговоры со своими военными союзниками в надежде заручиться поддержкой в конфликте с Ираном. Отсутствие новостей на этот счет наводит на мысль о том, что ни один союзник участвовать в очередной американской военной операции на Ближнем Востоке не желает. При этом Белый дом на прошлом деле получил четкий сигнал из Москвы о готовности России оказать прямую военную поддержку Ирану. Эти слова озвучил министр обороны России Сергей Шойгу, анонсировав в подписании важного документа о военно-техническом сотрудничестве с Ираном. Дуглас Макгрегор уверен в том, что помощь Ирану окажет и Китай, получающий крупные партии дешевой нефти из Персидского залива и вкладывающий огромные средства в развитие на территории Ирана транспортной инфраструктуры в рамках проекта «Один пояс, один путь» и газовой инфраструктуры под получение в будущем иранского СПГ. Для России и Китая поражение Ирана в конфликте США будет иметь крайне негативные последствия. В случае прихода к власти в Иране прозападного правительства США быстро восстановят контроль над Ближним Востоком и организуют беспорядки на Северном Кавказе. Китай в этом случае лишится важного энергетического партнера и может вообще быть отрезан от ближневосточных ресурсов. Тем временем, по данным телекомпании ABC, Байден принял решение по Ирану и в ближайшее время озвучит его населению. Власти Ирана сообщили, что Исламская республика готова к военному сценарию и решительным образом отреагирует на любое нападение. Об этом сегодня сообщило иранское новостное агентство Мехар со ссылкой на иранский МИД. Продолжение следует...